Доброе утро. А вот и Миша идет. Мишенька иди сюда. Вот тебе косточка вкусненькая. Ушел. Господи, что мне тут двигается? Микрофон. Ну давайте новости. Мишку увидели. Ждем тепла, но пока еще не дождались. Сейчас плюс 4 с учетом ветра, плюс 1. Ну ладно, новости какие. В трех регионах Украины прогремели взрывы. В Киеве и Киевской Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога. Так, что тут? А, у нас в Америке вторая женщина обвинила Трампа в изнасиловании. Ну она уже бабушка, конечно. Ну, в общем, было дело в 79-м году. Давайте, в очередь. Скоро мальчики будут устраиваться. Так, что еще? Николай Патрушев рассказал о борьбе Запада с российским народом. Ну, этот псих такой известный. Патрушев, вы его знаете. Секретарь Совета Безопасности. Так, спикер Конгресса США резко обменялся мнениями с журналистом из России. Так, а как они встретились-то? Во время официального визита в Израиль. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти. Ну, в общем, послал он журналиста. Но у меня вопрос к Израилю. Как вообще вы пускаете к себе вот этот корреспондент Риа? Это же гад. На границе пристрелить. В Москве умер актер из сериала «Моя прекрасная няня». Какой-то бескаравайный. Ну, я не знаю, я сериал этого не видел. 65 лет. Нифига себе мой ровесник практически. Случайно проломивший череп семилетней девочке россиянин попал на видео. В Петербурге мужчина подбросил семилетнюю девочку и её не поймал. Российскую пенсионерку задержали за организацию заказного убийства. Так, из-за неприязни к невестке заказал её убийство. Алло, невестки, аккуратнее. Со своими этими вторыми мамами. Так. В Татарстане отца заподозрили в убийстве 17-летней дочери из-за разговора по телефону. Как вот Штирлиц рвало на родину. Вот меня тоже вот поблевать хочется на всё это. Оптимальный химический состав. Российские учёные разработали новую высокопрочную стаю. Ну, из навоза, естественно. Из чего ещё-то? В России всё делается из навоза. В России разработали технологию для создания дисплеев высокой яркостью. На дисплее наклеивается фотография Путина. Он от этого начинает светиться весь. Так. В Украине узаконили термин «рашизм». Верховная Рада Украины узаконила термин «рашизм». Вот так вот, хорошо, так и надо. Приняло постановление, постановление это Рада, об использовании политическим режимом Российской Федерации идеологии «рашизма», осуждении принципов и практик «рашизма» как тоталитарных и человеконенавистничеств. Вот так. Да, был фашизм, сейчас «рашизм». В Туркменистане хотят, чего они хотят? Хотят улучшить отношения с США, разработав план сотрудничества на 23-24 годы. Вот оно что. Туркменистан, вот здесь вот интересная добавка, Туркменистан считается одной из самых жёстких диктатур в мире. Ни хрена себе. Более 20 журналистов из Карелии покинули Союз журналистов России. Ну вот так вот. Ни хрена делать. Киеву ничего не известно о мирной инициативе папы римского Франциска. Да шёл бы он к маме. Так. В Саратове, ну-ка Саратов. В Саратове вместо парада 9 мая проведут концерты под окнами ветеранов. Потери России под Бахмутом за полгода превысили потери СССР в Афганистане за 10 лет. Вот это ни хрена себе. Вокалистки Анастасии Тараторкиной отказали в участии в музыкальном конкурсе в Норвегии. У неё два гражданства, немецкое и российское. Но паспорт РФ посчитали причиной для отказа. Ну правильно, иди, иди. Не просто иди, иди и пой. Так, это что ещё? Врач, опять врачи, врачи наскочили ко мне в ленту. Врач РФ Ольга Бакерия дала советы по питанию, которые позволят избежать развития рака. Ну и чё? Груши, яблоки и бананы. Да, от рака груши, яблоки и бананы. Да, причём от рака прямой кишки банан нужно заталкивать прямо туда. Какие-то дебильные врачи. Химик рассказала, как быстро проверить качество воды из-под крана. А дальше начинается интересное. О качестве воды из-под крана говорят вкус, запах, цвет и наличие осадка. Я ещё от себя добавлю. Если эта вода загорается, спичку поднесите, то не надо её пить. Так, это что ещё, господи? Тренер спортшколы волейбольной «Уралочки» Ефанов погиб в зоне СВО. «Уралочка» – это одна из самых мощных команд. Я одно время волейболом, ну даже за школу выступал, увлекался. «Уралочка» – это да. Ну, а зачем спорт вообще в России? Так, Путин наградил Гергиева орденом за заслуги перед Отечеством. Худрук Мариинке. Это известный сволочь Гергиев, да. Ну, конечно, заслуги, всех сволочей за заслуги. В Госдуме готовят законопроект о выплатах за продолжительный брак. То есть, если вы в браке больше 90 лет, вам будет 3 рубля в год доплачивать. Всё это хрень. В России чаще жители других стран едят продукты, вызывающие диабет второго типа. И что? Мясо, мясо, мясо и картошка вызывают диабет, диабет. Всё. Пипец. Насчёт кефира я уже говорил вчера. Так, что ещё? Кадры из Одесского дома профсоюза 2 мая 2014 года. Сторонники России стреляют из окон в сторонников Украины. 9 лет российской пропаганды называют этих людей мирными активистами, которых сожгли ни за что. Вот оно что. Вот в Одессе. Я вам говорил в Одессе 2 мая, да. Сторонники РФ пришли с оружием, чтобы убивать людей. Да. В оккупированном Мелитополе подорвался на бомбе замначальника подконтрольного России управления МВД. Ну так, подорвали на бомбе. О, ребята, вот это вот везде вчера полыхало, даже у нас на Яхо было. Из-за подрыва железнодорожных путей в Брянской области опрокинулись 20 вагонов грузового поезда. Да, и тепловоз вообще сгорел нахрен. Шумел сурово Брянский лес. Неустановленное взрывное устройство. Так и надо. Так, что еще? Дания готовит крупнейший с начала войны пакет помощи Украине на 250 миллионов долларов. Вот так вот. Туда войдут, помимо прочего, машины для разминирования, боеприпасы, полевые мосты и средства ПВО. Вот так вот. Молодцы, датчане. Так. В Москве призывника вычислили по камерам Сбера. Силовики забрали его в военкомат. Мужик зашел в Сбербанк, его вычислили и все. Так, а это что-то не открылось. А мне интересно, что ж тут было. Так, про Уралочку я уже сказал. Так, скончалась актриса из дела Румянцева. Ой, старый фильм. Людмила Голубева. Я его что-то даже не помню. Еще кто-то умер. Сегодня день смерти артистов. Умер сыгравший Сталина народный артист России Георгий Демуров. Я его не знаю. Совсем. И сколько ему лет. В сороковом году родился. Старенький. Это сколько? Шестьдесят. И двадцать три. Восемьдесят три года. Умер актер. Я говорю, ну это вообще какой-то кошмар. Умер актер из Богатой тоже плачут. И Дикой Розы. Гастон Тусет. Я давно смотрел эти сериалы. Так. Причина неизвестна. Восемьдесят лет. Скончался он в Мехико. Так. Что тут еще? А вот на Твиттере. Финляндия и США готовят двустороннее соглашение, которое позволит размещать на финской территории американские военные базы. Я вам вчера говорил, но здесь интересное уточнение. Время подлета американских ракет до границ России сократится до двадцати секунд. Да, Владимир Владимирович гений. Просто гений. Двадцать секунд. Комментарий. Много ходов очка. Угу. Точно. Когда все закончится? Первое. Россиян поздравят с победой над блоком НАТО. И практически полным уничтожением передового отряда мирового фашизма украинских нацистов. После чего все СМИ получат приказ перестать упоминать вообще вот это СВО. Как не было. Для переключения внимания Киркоров женится. Этот вопрос сразу. Женится на Баскове? Володин и Греф тоже хотят. И объявят о том, что российские космонавты посетили все планеты Солнечной системы и даже прогулялись по Солнцу. Да. Для отвлечения внимания можно Ленина захоронить. Ребята, то, что я вам говорил. По телевизору скажут, что русские победили. Так, это что еще у меня? Так. О, ребята. Ужас, ужас. В МГУ ужас. Несколько факультетов МГУ решили перевести на дистанционное обучение из-за кори. Корь. В Московском государственном университете. Все. Корь положила всю российскую будущую науку. Охренеть. Во. Радары заметили в небе над Тверью движущийся неизвестный объект. Так. Зарегистрировали со скоростью 200 км в час на неустановленной высоте. Воздух подняты истребители. Но не нашли. Не нашли ничего. Отмечается, что спустя 20 минут объект испарился с экрана приборов. Ни хрена себе. Над селом фигня летала серебристого металла. Очень много в наши дни неопознанной фигни. И вот последнее, ребята, ну это что-то. У меня каждый день здесь вот идиотизм. Ну вот это вот. С каждым днем все больше и больше. 1 мая в дежурную часть академического района Москвы обратился встревоженный мужчина. Он рассказал, что своими глазами видел украинского голубя-диверсанта. Птица была выкрашена в цвета флага Украины и несла в когтях мину лепесток с большой буквой «У», который затем сбросила на землю. К улице Дмитрия Ульянова, где заметили голубя, незамедлительно был выслан наряд полиции. Оперативники внимательно осмотрели территорию и не нашли никаких мин, а все голуби были обычного серо-патриотического цвета. Ну вот так, ребята. Вот такие новости. Ну это, ну, новости из дурдома, ей-богу. Ну что-то дальше будет. Пока.